Если нам выделяют деньги на средства правительства на эти цели, мы в этом году полностью постараемся охватить весь поселок в определенной площадке. А если вдруг намечается ремонт, можно будет как-то вызвать мульду? Строительный мусор, да, конечно, можно позвонить к нам в офис. Все номера указаны у вас на квитанциях с обратной стороны. Строительный мусор мы также забираем, но это уже по отдельному тарифу, по отдельному договору. Вот в этом году, вот сегодня утром, у меня была температура воды, тепла дома 19 градусов. Вот так за кругу берешься, она даже руку жжет, и все мне объясняют, это какой-то шкалой. Вот шкала, если 5 градусов, вот столько, если 20, и получается, что если сейчас на улице мороз, то у нас дома потеплее. Молим теперь, хоть бы мороз пришел. Ну, ребята, шкала-то, наверное, для людей должна же быть, а не для того, чтобы вам сэкономить уголь. Ну, как нам жить в этом году, такой холод, весь год, как только начался отопительный сезон, весь год. Отопление, только знаете, как это сделали? Навели вот так на стену, 25 показывают, и прекрасно. А отопление, когда я говорила, что у нас стояк не работает почти почему-то, он едва-едва грел. Он был ледяной почти. У нас на сегодняшний день на территории города и района уже произошло 19 пожаров. То есть, и последствия от этих пожаров у нас на сегодняшний день, это в поселке Преображенский, на прошлых выходных, с воскресенья на понедельник, произошел пожар, и погибло двое человек. То есть, люди вели социальный образ жизни. Один пустил к себе пожить, и когда приехал разбираться по факту пожара, даже не понимал, кто у него проживал. В связи с этим, как раз, глава в очередной раз напомнил требования пожарной безопасности. ...платим капитальный ремонт. Я, конечно, не знаю, где искать этот капитальный ремонт, подскажете, может быть, вы. И у нас, например, вываливается дверь. У нас в доме живет 4 пенсионерки, которые получают пенсию, ну, 17-18 тысяч. А дверь сейчас стоит уго. Куда можно обратиться? Где попросить, чтобы дверь поменять? Потому что до капитального ремонта, 32-й год, я думаю, там уже даже дом развалится, не говоря уже, пройдет дверь. Вот куда нам обратиться? Подскажите. Знаете, все видели новую врачебную облаторию. Кто не видел, пожалуйста, приходите. Мы всегда вам рады с профилактической целью. Тем более, что проведение дополнительной диспансеризации профилактических осмотров, это наоборот приветствуется. Нужно сначала пройти обследование и предупредить заболевание, но уж если выявиться, и потом лечить. Наряд где-то Д заезжает, или там совместно у нас наряд есть. Ну, моментально, сразу же все сообщаются, пишут, где стоят, куда заехали. Иногда даже смешно доходит, что не успеваешь до адреса доехать, с кем-то договорился о встрече, уже человек тебе раньше звонит и говорит, вы уже в деревне. Собрание, пожалуйста, подходите, мы ответим, и я, в том числе, отвечу на ваши конкретные вопросы. Те проблемы, которые были здесь озвучены, мы записали, взяли на контроль, будем точечно отрабатывать. Значит, Николай Владимирович, Василий Павлович, по отоплению, сегодня начинайте разбираться в этих домах. И в понедельник уже заложите, что необходимо сделать, и вы уже сделаны и помнят. Поэтому... Вы хотели что-то спросить? Да, пожалуйста. Можно сказать вопрос? Злободневный для всех. Что-то решается с собаками, бездомными, на территории. Я думаю, что это всех касается. Я живу в Солнечной 10. У меня... Вот я вижу, каждый день сворок собак из 20 тысяч минимум из территории фабрики. Продолжение следует...